Речь пойдёт о вредных косметологических, очищающих и так далее средствах косметических. Вот то, что вокруг нас. Нас окружает бытовая химия. Она ведь только называется бытовая. Это самая настоящая химия. Это косметологические средства. Это средства для мойки, стирки, очищения, освежителей воздуха. Чего только нет. Это всё вокруг нас. У каждого из нас шкафчики ломятся от этого. И ещё раз. То, что написано бытовая химия, это самая настоящая химия со всеми вытекающими последствиями. Как ни верти, мы все видим. Инфарктов стало больше. Онкология стала больше. У каждого есть знакомый, родственник или сам, который перенёс онкологическую операцию. Мы понимаем, что это приобрело характер эпидемии. И мы виним в этом нашу образ питания. Да, конечно. Мы видим в этом низкочастотное электромагнитное излучение. Все эти мобильные телефоны, провода, все гаджеты. Да, конечно. Сейчас я хотел просто рассказать вам о том небезопасном, что может содержаться вот здесь. Вы же понимаете, что мы платим здоровьем за удобство. Ну, понятно. Вы попробуйте раньше отмыть хозяйственным мылом вот эти жирные тарелки. А сейчас капнул, и она сверкает. Вы посмотрите, какие стали шампуни. Раньше ни пены, ничего. А сейчас пахнет приятно. Вся эта шапка пены, всё это смывается. И плюс, вы же понимаете, что только две вещи рекламируются. Так интенсивно это лекарство, как правило, бесполезное. И вся такие косметологические средства. Дальше больше. И если вы посмотрите, очень многие эти препараты содержат в себе формальдегид. Вот в частности, лак для волос и распрямитель волос содержит формальдегид. Лаки для ногтей, кремы, которые мы наносим на кожу. Керостиральные порошки. И если вы будете разбираться в каждом стиральном порошке, вы увидите, что содержит много чего. И чтобы выполоскать её из той же простыни, из чего-то, надо полоскать раз 20. Если вы посмотрите на чистящие средства, там ладных лор. Это самое безобидное. Формальдегиды, бог знает чего. Для чистки стёкол. Ну, я уже говорил про освежители воздуха, они освежают воздух, но там тоже много чего. Из-за чего шампунь пенится, вот красивую шапку даёт. Содержит определённое химическое вещество, которое там быть не должно. Почему он пахнет и красив на ощупь? Он содержит определённые химические вещества, которые тоже никак не полезны. Настоящий шампунь должен не мылиться, быть такой, как никакой. Вот тогда он безопасный. Вы помните, как мы раньше мыли окна? Газеткой до скрипа. И прекрасно всё это блестело. Как мы мыли раковину пищевой содой, уксусом, что-то ещё. Но глупо мне призывать вас назад, в прошлое, отказываться от этого. К чему я, собственно, призываю? Первое. Всё-таки вы читайте, что вы используете. Ну вот, оптимальный выбор. Не более 5% анионных паф. Вот что такое паф? Это, видимо, поверхностно-активное вещество. Не содержит фосфатов, соединения хлора, бессильного запаха, экологическая маркировка. Понимаете, как это звучит слабо? Но я бы услышал про анионные пафы. Пожмёте плечами. Фосфаты? Ну, наверное. Не содержит соединения хлора. Бессильного запаха? Ну, это единственное, что понятно, что бессильного запаха не должно едко пахнуть. Экологическая маркировка? Ну, слушайте, пойдите в магазин. Обычно без ГМО, без холестерина. Нас бы я в это не верил. Помните о том, что за удобство мы расплачиваемся здоровьем. Мы мало что можем сделать, чтобы всему этому противопоставить. Но задуматься и свести риски, ну, если не к минимуму, то уменьшить мы, наверное, должны. Потому что мне кажется, что мы используем это, не думая о том, что это может принести вред. Вы теперь думайте. Не забывайте, что ещё не так давно, ещё на нашей памяти, мы пользовались вот той тумбочкой. И онкологии у нас было на порядок меньше. Просто на порядок. Вы сравните, у нас раньше не было ни столько коек, ни столько заболеваний. Ведь это всё многократно выросло. Опять же, не призываю назад, но призываю задуматься, призываю читать этикетки, призываю пользоваться известными проверенными фирмами. Думайте. В общем, что встает сказать? Будьте бдительны, и тогда всё у нас будет хорошо.